приветствую всех дорогие друзья с вами алексей warhammer 40000 gladius это третья часть да да именно 3 не 2 сейчас расскажу почему не было 2 к сожалению дело в том что когда я записывал вторую часть немножечко не досмотрел на на тот диск на который я записывал не хватило места а потом я просто записал сейф на то на в общем сейф на сейф и получилось что не записи второй части не уже сохранение откатить и сейчас я вам просто-напросто вкратце расскажу что и как было во второй части но ну к сожалению так произошло прошу прощения в следующий раз я постараюсь этот момент проконтролировать итак я у меня были очень серьезные терки с нейтралами их было огромное количество я это количество немножечко сократил а встретил соперника он оказался моим клоном такой же как и я только красненький а вот так вот его тут очень много про исследованием немножечко прошелся и дошел уже до 6 уровня в некоторых я исследовал три вещи ну наиболее здесь просто важные я понимаю что мне потом надо будет вернуться все равно исследовать какие-то очень особо нужные вещи которые есть но они такие второстепенные но нужные но неплохие да подойдут я к ним еще вернусь а пока я иду дальше и у меня тут надо сейчас откровение амнисии это эдикт повышающие исследования в зданиях города я не помню рассказывал я вам про эдикты или нет или это было во второй или первой части эдикты вот это такая вот штучка которая стоит 50 влиянием активировав ее мы получаем плюс 25 процентов добычи руды что очень даже неплохо строить теперь уже танки боевой танка лемон рус вот такие вот вещи сейчас я создаю дальше ну и активного и уже здесь с противником вот так вот так что у нас тут атаковала моя штука да вот теперь давайте атакуем нужно уничтожить этого негодяя поэтому давайте мы потихонечку будем это делать так сколько 1 и 3 а так 1 и 6 да это граната как раз таки не для него нужно уничтожать этого этого плохиша это робот тяжело мы его уничтожаем с ним более менее хорошо будут справляться танки но танки еще не подошли до постепенно постепенно так тут мы какую-то гранату 6 и 3 а если эту используем а 10 и 5 давайте мы попробуем уничтожить этих мух танком уничтожаем амбуле так и этим огрызком добиваем еще мог и в принципе получаем новый уровень это у нас не танка ну как танк танковый командир и у него есть способность которая увеличивает на плюс 10 урон танков и его же танки которые находятся в одном радиусе до долго я буду уничтожать этого костылян робот долговато ну что поделать так что еще тут можно в городах поставить строится здесь пока нам собственно нечего ставить здесь мы можем здание поставить и у нас смотрите какая происходит сейчас ситуация а вроде бы еды прирост 0 но это ничего такого страшного самое главное то что у нас сейчас людей 6 из 6 хоть требуется и 5 но рост людей не происходит поэтому нам надо построить жилой блок дабы люди уже начинали расти еще какому-то подразделение не отдал приказ давайте попробуем атаковать робота действия в городах здесь нам предлагают поставить строить гвардейца но пока я этого делать не хочу робот что-то там испугался даже отступил будет ли он наносить ответный урон вот эти кстати мухи их очень много на самом деле и они заколупывают очень заколупывают постоянно от них отбрыкиваться и здесь мы видим наносит как они урон так теперь надо как-то переключаться с робота на соперника два города кстати да у меня уже теперь два города и в планах строить третий город надо 100 ресурсов 100 руды а пока не хватает ну будем надеяться что скорости нам его хватит ее точнее на самом деле сейчас у нас тут ситуация такая интересная робота я не добил но надо идти атаковать соперника с лесу выходить лучше не стоит в лесу мои войска получают 50 процентов защиты до 50 процентов снижения урона дальнего боя даже вот так правильно будет сказать так то у нас третий уровень давайте вот сюда перейдем вот этих вот ребят пока перетянем сюда подлечь им так ну и надо уже атаковать соперника давайте почему по дальней надо было поближнее стрелять по ее допустил ошибочку а допустил ошибочку так ну давайте постепенно будем перетягивать свои войска здесь танк здесь шага хода сюда мы отправим гвардейцев и будем атаковать ну давайте тоже гвардейцев этих мы лечим новый танк у нас готов давайте я наверно его направлю вот сюда там растительности слишком много он будет ехать очень долго давайте будем уничтожать отряд который может быть смогу гранатой 1 да смогу это хорошо опыт нам не повредит на самом деле посмотреть сколько сразу отрядов получила опыт даже кто-то получил новый уровень это новые хп это классно такие действия в городах новый танк видите не хватает мне для постройки нового танка ну чтобы что-то строилось по идее по логике надо ставить василиск строится но если я поставлю строится василиск мне опять-таки на новый город не хватит ресурсов придется пожертвовать подождать два хода и подождать пока построиться на мои новые ресурсы накопится новые ресурсы поставлю строится город вот так правильнее сказать ну что погнали конец хода посмотрим как там этот красный будет нас атаковать робот бегает и пока что мешает мне только гвардия пустоши будет сейчас уничтожено они переключаются на эту сторону странно почему видят может быть что здесь слишком много меня мне тут еще с роботом воевать да ну конечно они гвардейцев моих этих добили это больше было такое пока сдерживающий плен от робота робота надо уничтожать с едой еще начинаются небольшие проблемки несмотря на то что я потерял юнита который потребляет как раз таки еду давайте вот еще один построился у меня полководец командир герой можно называть как угодно у него есть неплохая способность и дает плюс 2 бронепробиваемости также в радиусе это очень хорошо 1 единичка бронепробиваемости увеличивает урон ну точнее 1 единичка бронепробиваемости она уменьшает урон входящий на 8 процентов соответственно вот представьте что если вы увеличиваете свой до урон так здесь мы переходим активно в атаку и сейчас будем забрасывать его гранатами два с половиной это но это меньше будет да давайте однозначно бросаем стреляем так если я выйду мало нанесу по нём стреляем ты перемещайся ты сюда пушка по нём достаешь не достаешь а пока стою в лесу ребят потому что я еще раз повторяюсь урон от дальних выстрелов получается меньше поэтому пока нахожусь в лесу еще один ход и смогу построить следующий город и соответственно а после этой постройки после постройки еще одного города ресурсы у меня более или менее больше потекут то есть будет больше плюс к энергии больше к еде хотя сейчас даже на самом деле минус возвращается соперник что очень хорошо на самом деле робот куда-то ушел это тоже здорово я его потрепал поэтому он испугался но вот гранаты гранаты как раз таки это та штука которая может уничтожать мои войска на даже несмотря на то что я тут нахожусь да и получаю минусу от дальнего от оружия дальнего боя так что мне теперь надо тут кого уничтожить не будем спешить своей артой стрелять а танк достанет ли до кого-то да достанет вот это хорошо атака здесь танк подъезжает отлично посмотрите как шикарно все получается я потихонечку зажимаю этих этих ребят так ты им вот это как бы как бы как бы плохо и открылся остался на открытой местности а специально это сделал чтобы перевести туда своих юнитов которые в принципе могли на месте восстановить хп но мне нужно было освободить точку которая бы наносила позволила наносить урон по сопернику так город и теперь смотрим где мы можем поставить нормально город ну вот здесь дает нам много электричества здесь мы видим что руда прироста более или менее не самое выгодное на самом деле место но больших выборов у меня нету сразу ресурсы пошли вверх это хорошо ну и здесь мы можем вот 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 здесь вот мы откроем клетку там можно более разномастные разные виды строить здание до которые будут давать на бонусы так ты стрелял ты не можешь стрелять значит стреляяй сюда ты сюда стрелял по моему ты получается скорее всего дать смогу добить арта у меня по моему не стреляла на хорошо добил нужно добивать обязательно стараться нужно добивать хотя бы одного юнита до конца потому что это дает то не дает возможности сопернику отвести его в тылы и потом от хп шить восстановить хп полностью на это хорошо как бы так все ресурсов пока не хватает танк я построить могу видим мы что лояльность минус 9 у меня в этом городе нужно следующее здание а как раз таки она и строится до который увеличивает лояльность но одно здание дает только лояльности 6 и здесь также надо строить здание на лояльность но опять-таки это сделать я буду только после того как построю увеличение прироста населения сейчас подают танки и я уже расправляться соперником буду попроще попроще танки это хорошее дело вообще хорошее дело арты построить штучки 45 больше не надо остальное все танки и вот пик тура да даже одними танками артой тут уничтожается соперник я думаю что должен уничтожаться по крайней мере танки неплохо танку это у них очень хорошее бронирование девяточка это на самом деле круто вот если посмотреть на эту да то семерочка так очередной юнит у меня здесь теряет хп переходи сюда дело в том что он может бросить такую гранату которая нанесет урона очень много по сопернику перемещаем танк видимо этих дьяволов которые тут у нас подъезжают и что у нас здесь так отравление какое-то ладно давайте мы сейчас расстреляем этот танк не танков шагоходов можно и до часового разведывателя разведывательного и добиваем добиваем этого ну увидите два юнита давай это я тут потрепал ой-ой-ой-ой как-то много-много-много так вот не достает сюда стреляем уже вот когда наношу мало хп они не будут уезжать и зато следующим ходом я смогу больше юнитов уничтожить конечно при удачном сетение обстоятельства но тем не менее еще не стрелял арта артой мы накроем тут где-нибудь ну например тебя давай накроем полководит еще один командир давайте мы его будем так называть здесь мы подняли уровень здесь у нас шага код ремонтируется танк подъезжает надо лес вообще по вырубать и для этого вот как раз таки у меня этот юнит который вырубает лес правда для этого ему требуются ресурсы так через два хода до через два хода мне понадобится и тут через три очень много ресурсов поэтому можно подсобирать надо будет строить здание надо строить поставить строится танки которые мне еще не строятся а в общем надо строить вообще на самом деле надо строить здание увеличивающие добычу руды вот в этом городе я тут как раз таки ближайшее время постараюсь построить два штучки и вообще надо построить здание которое увеличивает лояльность увидеть через один ход сколько будет у меня уже добыча не такая на самом деле ну правда у меня через один ход сбросится квота поэтому тоже такой момент так соперник отходит нам его конечно же надо преследовать без сомнения захватываем здесь плюс добычи руды атакуем ты восполняй хп атакуем полководца подтягиваем так но проблемка я не добиваю его надо атаковать этим танком ну да выбора нет собственно добить надо однозначно это лишний опыт иначе у ползет и потом уже просто-напросто нет догнать атакуем так или восстановим хп давай да давай восстановим хп ты можешь их атаковать атаку и логово дьявола мы еще успеем давайте сюда приказ подразделений уровень поднял хорошо это дает нам точность точность очень нужная хорошая вещь здесь у нас юнит восполнил хп ну давайте с этой стороны попробуем продраться и посмотреть кто там чё там где-то party лес просто-напросто понимаете он уменьшает скорость перемещения поэтому ну нужно же строить их еще 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 и еще раз еще долговато строится но опять-таки долговато потому что надо строить здание например еще построить то здание которое отвечает за скорость постройки вообще за строительство тех юнитов до поэтому отступает красненький мы его сейчас будем догонять они сплотились и что нет они сводить они просто увели пострадавшие войска и сейчас наносят урон по моим войскам негодяи так теперь мы расставляем войска технику таким образом чтобы между этой техникой смог стать наш лорд комиссар чтобы он дал свою опустим его способность вот так вот бронепробитие мы таким образом подняли и теперь будем наносить урон по сопернику но с другой стороны я могу знаете как сделать я могу сделать переверните их и за один ход я просто в кромсаю своими гусеницами в ватру в землю вражеский отряд вот видите как классно на самом деле получилось восстанавливаем х пашечку вас можно провести немножко вперед этот танк ну атакуем перемещаемся да будем атаковать этот отряд пока пока это возможно дать подтяну дальнюю артиллерию чуть чуть поближе он добиваем отлично добивая шикарно вот этому надо дядьки восстановить хп ну и танк подтягиваем конечно же так продвигаемся и вычесываем лес 25 у меня прирост ну казалось бы построилась здание очень нужное очень важное а прироста мало потому что эдикты слетели сейчас включим эдикты и посмотрим опять строим санктум империал лис империалис вот ты ее мое сломать можно язык эдикты врубаем и сейчас вот я опять врублю в двух городах эдикты видите плюс 35 идет очень уже так более или менее неплохо надо и здесь и дикт включить хоть сколько не сколько был 6 5 8 и 1 но все побольше все же побольше но здесь пока кроме расширения я ничего не могу давайте вот три клеточки расширим все выход из города и проматываем да тоже хотят добивать мой отрядик ну эти ребята уже не жильцы поэтому пока ну сюда перемещаемся захватим эту точечку надо его как-то уничтожить ну стреляй с этой точки так вот все равно надо восстанавливаться спешить пока атаковать соперника не стоит но я имею ввиду идти прям вот к нему далеко-далеко глубоко-глубоко да надо подготовиться для этого дела тут спешка нам ни в коем случае не нужно надо еще вот логово уничтожить ну в принципе два танка плюс танковый командир который а поет все все больше и больше надо сюда пройти посмотреть захватить этот магазинчик и вот ребята давайте этот лесок надо наверное тоже разобрать конечно же руду жалко без сомнения очень жалко но ничего не поделаешь и нужно лояльность 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 50 руды для этого требуется тогда пока мы подождем и расширимся ну тут особо такого большого выбора нет давайте вот эту клетку завоеваем 3 хода никак не могу построить поставить строится следующий танк все просто потому что пока не хватает на этом ресурсов и еще печалька беда смотрите-ка у меня очень мало на самом деле влияния не хватит для того чтобы включить и дикты на исследование во всех трех провинциях 50 требуется чтобы поднять свое влияние надо построить либо здание на либо повоевать поэтому давайте мы пока будем искать себе врага вот он этот робот его надо преследовать его надо танками преследовать краучуха дави его гусеницами да ну танки пока далеко достанет до арта достанет ну в любом случае его надо расстреливать его надо уничтожать без этого просто никак техно жрец нужны для лечения техники на техно жрец нужен для постройки городов и техно жрец еще если сделать определенные исследования он может он может апнуть урон на плюс 25 процентов потом он может так сейчас секунду пока тут наверное по логике вещей ничего строить не буду нет надо василиск поставить строится он все равно нужен исследования 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 особая бронетехника усилит бронетехнику да и еще он может строить блокпосты после брони техники улучшения исследования я буду строить точнее исследовать это этот момент покажу вам потому что это тоже такая очень интересная и нужная вещь Правда, постройка каждого блокпоста стоит 40 руды. И строить блокпосты стоит уже в том случае, если у вас добыча руды очень хорошо прокачена. А я сейчас как раз таки буду акцентировать внимание на прокачку руды, да, поэтому будем постараться. Вот, добыча руды у нас вот здесь есть, она вот и строим добычу руды. Техножрец пришел, давайте мы отхиляем нашего робота. И роботом пойдем захватывать. Вот такие вот, собственно говоря, эти базы или как их, блокпосты может строить техножрец. Нужная, в общем, собственно говоря, вещь. О, давно я не видел гонщик. Танки по лесу, это просто, конечно, с ума сойти. С ума сойти как быстро. Давайте будем логово уничтожать. Его нельзя в тылу тоже в любом случае оставлять. Ну, здесь расстреливаем. У нас как-никак небольшое преимущество. Я стою внутри заставы. Тоже снижение урона дальнего огня только на 25, конечно, процентов. Но, тем не менее. Здесь мы еще можем опыта поднабраться. Это тоже нужная вещь. Главное, чтобы красный, видите, вот он с этой стороны идет, да, он может тут прийти и спутать все карты. Войск у меня с этого фланга не так уж и много. Поэтому можно тут, надо захватывать, захватывать вот эти вот все точечки пока. Расстреливаем, уничтожаем. 4-0, это неплохо. Так. Ох уж эти негодяи. Так, арта. Не достает этот танк. Плохо. Сейчас будет стрелять бастион. Да. Но он как бы не очень-то меня беспокоит. Он же никуда не перемещается. Стоит на одном месте, охраняет воду. Пусть себе охраняет, да. Я его просто буду уничтожать очень долго. Конечно, он мне даст опыт, без сомнения. Нужный опыт, но... Но это долго. Значит, пока мне не хватает в любом случае на того, чтобы построить здание, которое увеличит лояльность, я пока буду строить руду и потом буду смотреть, ориентироваться на то, чтобы хватило на лояльность. Потому что лояльность надо однозначно. Вот без каких-либо там даже разговоров. Да, тут мы видим, что соперник прям на подходе. Он хочет тут позахватывать все, уничтожить. У меня тут только две единицы. Более или менее прокачанных, но все-таки две только. Видите, да? Один ход и все. И этот мой гвардеец был уничтожен, стерт с лица земли. Подошла пиху... Ай-яй-яй-яй-яй. И здесь тоже гвардейцев уничтожают. Ну, на самом деле, не расстраиваюсь, да? Несмотря на то, что они там прокачаны и бла-бла-бла. Не расстраиваюсь. Потому что гвардейцы это штука, которая как бы... Ну, съедает у меня только ресурсы. А с большего они так особо плюшечек, как таковых-то, и не дают. Так. Хорошо. Сможет достать. Сможет нам просто уничтожить этот... Давайте-ка я лучше вот сюда подъеду танком. Вот, города соперника. Это уже хорошо. Мы нашли города соперника. Я атаковал тут, да? Это здорово. Так, ты давай, продвигайся вот сюда. Было бы неплохо, конечно же, здесь забрать эту штучку себе. Здесь мы добиваем потихоньку. Надо добить. Без этого никак. Так. Командующий, иди к танкам. Давайте шаг... Этих, часовых, шагающих. Шагающих, часовых. Подведем сюда. Подсократим соперника количество. А здесь еще не полностью остановился. Давайте мы его полностью восстановим. Так. Ресурсы собрались, и на следующий ход я строю жилой... Нет, жилой блок не надо мне. Строю... Санктум империалис. Или империалис. Как будет правильнее, если честно? Я не знаю. Конец хода. Так. Душа, леса, танчики. Боевой танк Лемон Рус. Хорошая штука, на самом деле. Очень хорошая. Он танкует урон просто уг-как. Нужно мне больше вот таких вот ребят. Которые еще и восстанавливают 8 хп. Это будет вообще шикарно. Ну, здесь надо расстрелять, конечно же, врага. Продвигаемся. Танк. Ну, давайте потихонечку вот сюда проедем. Атакуем. Да, ну, не добиваю. Ну и ладно. А, вот, добиваю. Ребят, добиваю, добиваю. Вот у меня танк. Отлично, шикарно. Так. Потихоньку здесь продвигаемся. На следующий ход захвачу там. Братишка поднял уровень. Ну, давайте, конечно же, плюс 4 к бронепробиваемости. И подводим пехоту. Подводим, подводим пехоту. Она у нас будет захватывать просто вот эти вот гексы. Они очень нужные. Они очень важные. Да, сэр. Есть, сэр. Так, конечно, проматываем. Действия в городах. Здесь нам уже предлагают технику строить. Но пока технику я не хочу строить. Не хватает у меня для этого дела ресурсов. Все, проматываем пока. Вообще, стоит подумать над тем, чтобы построить еще каких-то зданий, которые бы позволяли нам что-то построить быстрее. Да, ту же технику. Но, видите, что у меня очень много минусов по лояльности. Нужно это как-то дело сократить. Танки. Танки. Танки в городе. Ну, я думаю, что я с тремя танками здесь справлюсь. Вот, конечно же, ребята. Видите, у соперника разномастные вообще на самом деле. Отряды. Но их же надо содержать за что-то. Я не знаю, за что это делает компьютер. Возможно, у него там огромная куча городов. Но, как показывает практика, что на самом деле это далеко не так. Так, вот тут танков много. И давайте мы сейчас предпримем такую вещь, как увеличим бронепробитие некоторым танкам и увеличим урон. И попробуем, собственно, уничтожить вражеского танкового командира. И ошеломление на два хода, оглушающая граната. Попробую ошеломление бросить. И атаку. Так. Танковый командир это мощная штука, ребят. Девяточка все-таки бронирование, да. У меня десяточка, но у меня тут больше бафов просто-напросто. Расстреливаем. Он ошеломлен. Поэтому пока пользуемся случаем. Арту. Артой надо куда-то... Сейчас посмотрим. Смогу ли я добить? Не смогу все равно. Не смогу. Ну, тогда давайте, да, по командиру. Лишняя кроха, она... Кроха урона не будет бесполезной. Пехота. Добиваем. Добиваем. Ты захватываешь у нас гексы. Следующие. Ты тоже у нас гексы зах... Ой-ой-ой-ой-ой. А, но это к радиусу обзора. На самом деле. Все-диапазонный анализатор. Штука увеличивающая обзор. Неплохая штука, на самом деле. Поэтому... Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Что-то я делаю. Увеличиваем обзор. Да, видите, сразу так немножко посветлело. Стало больше видно. Это очень даже хорошо. Построил я... Поставил строиться... Вернее, построился техножрец. Это круто. Но надо строить танки, ребят. Возможно, даже и в Василиске тоже. Поэтому давайте мы сейчас попробуем... Попробуем, попробуем... Все это дело строить. Здесь у нас уже на ход вперед. Даже на несколько прогноз постройки есть. Ну, танки. Но вот тоже надо сделать... Построить такую вещь, как дополнительный мануфакторум. И он позволит нам строить технику еще быстрее. Но для этого нам, конечно же, надо построить еще это здание. Но обязательно только после того, как я построю здание на увеличение лояльности. Здесь эдикт. Пока не буду, потому что мне надо собирать пока эдикты на руду. Сейчас руда заканчивается. Василиск. Давайте я, собственно, буду строить Василиск еще. Я думаю, что мне пока танков ближнего боя... Ну, не то чтобы хватит, ребят. Не то чтобы хватит. Это, наверное, все-таки неправильно будет сказано. Обойтись могу пока этим количеством. Потому как... Смотрите-ка, соперники долбят у меня по одному танку. Если бы у меня здесь был техножрец, он бы, конечно, отлекался. Отлекал мой танк. Но сейчас пока я этого сделать не могу. У-у-у. А это очень плохо. Так. Этот танк давайте продвинем, чтобы потом, если что, этим можно было отступить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот тут, смотрите, какое большое количество, да? Большое количество. Так. Добиваем. Это, на самом деле, хорошая штука, когда добил командира. Этот танк давайте тоже оттянем немножко назад. Ну и стрельнем вот сюда. Так. Уровень поднял. Тоже круто. Точность апаем. Еще и здесь уровень подняли. Ну, переверните их. Давайте лучше плюс 30% к урону. Все-таки, наверное, будет получше. Идти вперед этим лордам-комиссарам. Это равносильно, что сразу в петлю. Его уничтожат и даже не поморщатся. Давайте сюда. Руины, вуала. Здесь мы все захватили, что надо. Так. Не понял, что они там за бонус имеют. Снижение урона дальнего огня на плюс 20 к урону. Давайте подделение тяжелого оружия шандарахнем. Поэтому шандарахнем. Конечно, было бы хорошо тоже основать еще один город. Но это он очень-очень много требует ресурсов. Так. Мы двигаемся дальше. На помощь нашей технике надо однозначно двигаться. Тут без вариантов. Двигаемся. Ты хп-шечки восстанавливай. И действия в городах. Ну вот. Построил я это здание. Надо строить следующее здание. Следующее здание на лояльность. Надо строить. Пока не выведу в нормальную лояльность города. Смотрите. Видите? Уже плюс 49. Лояльность наша растет. Растет. Видите? Здесь апнулась лояльность. Уже до плюс 1. Это выводит наши города на плюс больше по экономике, чем это было. Это круто на самом деле. Так. Соперник тут, видите, активно меня немножечко пытается уничтожить. Я, конечно же, буду сопротивляться. Без сомнения. Но он целенаправленно стреляет, добивает танк. Вот этот вот, видите, да, всеми силами. Старается я его, конечно, отгоню, откачу. Но у них еще боевой дух, так называемый, да. Он слабенький. Мораль. Падение морали ниже 66%. Потрясает боевой дух. Подразделение снижает точность на 25%. Мораль ниже 33%. Делает подразделение сломленным, снижая наносимый урон на 50%. Что тоже, в принципе, видите, очень и очень хорошо. Один ход мне нужно для того, чтобы все было здорово. Давайте захватим эту клетку. Давайте мы переместим этот отряд сюда. И, ну, давайте попробую. Попробую его сохранить все-таки, да, таким вот образом. Надо уничтожить во что бы то ни стало пехоту, которая наносит огромный урон. Так. Я ее могу, по-моему, задавить. Да. Все, давим. Однозначно. Вот эту вот надо на самом деле уничтожить. Но, но я могу, наверное, это, возможно, артой добить. Да, давайте артой добьем. Видите, как хорошо арта. Но она используется очень неплохо для того, чтобы добивать. Она используется очень в этом плане даже хорошо. Так. Но, к сожалению, мне надо отсюда выйти. 2-0. Все равно мало наношу. Так, по танку. Ну, лучше это, чем ничего вообще. Я думаю, что он должен после этого отступить, скорее всего, куда-нибудь. Давайте-ка раскроем территорию. Пехота тут. Ой-ой-ой-ой, поработители. Это плохо. Артефакт. Возможно, поднимем какой-нибудь. Да. Этот артефакт можно на самом деле выдать вот этому вот. Так. Приказ подразделению. Оу. Здесь еще эти гиены, так сказать, есть. Идем, идем, идем. Ты там пригодишься нам очень сильно. Ты тоже вперед. Действия в городах. Так. Все. Так. У нас, смотрите, лояльность только единичка. Будет увеличиваться население, лояльность будет еще падать. Поэтому было бы хорошо построить еще лояльности. Поэтому строим еще лояльность. Вот такие вот парадоксы случаются. Приходится строить здание, которое... Не, которое приносит ресурсы, которое на тут с лояльностью борется. Вот. Понял, компьютер, что арта приносит много бед. На самом деле, действительно. Ну, она не наносит столько много урона, сколько просто-напросто добивает соперника. Что, в принципе, тоже очень хорошо. Так. Перемещаемся. И, возможно, я сейчас захвачу вот этот вот артефакт. Надо его захватывать, потому что этот артефакт позволит, на самом деле, нам... Давайте бронепробитие апну. И можно еще даже сюда переместиться и апнуть урон. Он позволит просто-напросто наносить больше урона по сопернику. Посмотрим, что произойдет, когда я так сделаю. Так, минус 5.1. Артой добить я не добью, конечно. Но у него там висит дебаф. Возможно, именно этот дебаф добьет его. А, стоп, я могу этим ходить, да? На, ну тогда все. Все, можно было дебаф не вешать, конечно. Ну, ладно. Ничего страшного. Тут, собственно, и нет. Так, мы продвигаемся дальше. Приказ подразделения, тоже продвигайся. Уничтожаем врага. Так, вы, мои хорошие, по лесу пока. Сюда. И атакуем. Ох, надо было вот этих вот, конечно, атаковать. Ну, 2-0 я бы их, конечно, тоже не добил бы, но тем не менее, тем не менее. Новая арта, что, в принципе, очень и очень хорошо. Все, апаем добычу руды. Здесь мы апаем. Здесь мы апаем. 49 у нас уже стало. А вот с электроэнергией у меня пошла беда, на самом деле, ребятки. И это очень плохо. Надо будет построить какое-то здание на добычу электроэнергии. Ну, либо построиться на лояльности с электроэнергией. И тогда уже станет все более или менее. Но теперь я, смотрите, какая вещь, на самом деле, происходит. Я теперь, получается, не могу... Давайте имперский бастион. Ну, как раз-таки, о том, о чем я говорил. Я теперь не могу... Так, про имперский бастион меня сбил с толку. Что я хотел сказать, что я не могу. Вот это, блин, вылетело из головы. Ну, ладно. Чего-то я, ребят, короче, не могу. Вспомню, скажу. О, смотрите, сколько здесь еще нейтралов. Много. Очень много. Надо отступать с часовыми. Восполнил хп. Ну, здесь я могу его добить просто. Но я перейду. Я добью его вот этими ребятами. Здесь я восстановлю хп. Артой будем стрелять и будем добивать. Танк. Вот в чем беда. О! Танк на самом деле хорош. Хоть сколько хп я сейчас восстановлю. Да еще и урон нанесу. Ну, в принципе, отлично. 14. Поэтому и этот 14 нанесет. Отлично. Шестой уровень опнулся. Ну, просто шикарно. Так, это у нас создает дымовую завису. И таким образом урон... Дымовая зависа будет на всех рядом клеткам вокруг. И урон от оружия дальнего боя будет снижен. Что, в принципе, тоже очень здорово. Братишка мой тоже поднял опыт. Плюс 6 бронепробиваемость. Бронепробитие. Тоже давайте подцепим эту заразу. Так. И еще и атакуем. Давайте будем этим исследовать отрядом. Оно-то можно было бы вот этим отрядом тут, видите, позахватывать. Вот эти вот вещи всякие. Ну, вот расстреляем как раз таки. Здесь слишком много соперников. Надо отступить и восстановить хп. Без этого просто никак не обойтись. Оно-то. 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 Давайте сюда переместимся. И... Будем расстреливать этих негодяев. В каком-то городе мне еще действия. Ну, здесь действия. Потому что создали... Создает гвардейца. Ну, создавать гвардейца. Я пока не буду. Кстати, танк, танк, танк. Ребята, я могу создать танк. У меня здесь создается артайм. Но я же могу танк создать здесь. Здесь у меня ничего не создается. Вот как раз таки танк я здесь и создам. Вот такая вот штука. Ой-ой-ой-ой-куда-нибудь. Как назло, да? Вот я хотел туда пойти. Для того, чтобы там восстанавливается хп. Крышечка быстрее. И вот негодяи эти перекрыли мне туда путь. Вот здесь тоже надо бы город построить. Чтобы не могли захватить его. Ой-ой-ой. Моих шагающих ребят могут уничтожить. Ну, в принципе, ребят. Я думаю, что на этом надо уже заканчивать. Итак, 45 минут идет. С чемим? На самом деле, с чемим мы соперника. Я еще не знаю. У них тут может быть огромное количество. Техники. Просто огромное количество. Поэтому спешить с выводами рано. То, что я тут здесь легко и просто расправился с ним. Это ничего не говорит. У меня просто техника была более прокачанная. И вещь как-то более-менее так действовала. Слаженно. Уничтожая одну за одним. Отряды один за одним. Поэтому, может быть, мне повезло. И компьютер сладится тем, что он может за короткий промежуток времени очень быстро наклепать отрядов. На этом все. С вами был Алексей. Всем добра. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok